Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж пацаны, думаю по названию ролика вы догадались, что сегодня будет и я себе наконец-то купил дом. Мой первый пацаны дом на Радмире. Я уже на Радмире играю, наверное, ну не год, но примерно там месяцев 6-7 я уже играю на Радмире и у меня ни разу не было дома. И наконец-то я себе купил пацаны дом. Большое спасибо именно Лукьяна, потому что он мне подарил деньги, также подарил машину. Кто не смотрел предыдущую серию, можете посмотреть. Также очень сильно извиняюсь за то, что долго не было серии. Я постараюсь пацаны брата, блин, просто давайте пацаны хорошую активность и постараюсь серию выкладывать почти каждый день по Радмиру. Поэтому ставьте лайки там, подписывайтесь на канал и пишите приятные комментарии. Я уже пацаны купил дом, я вам вставлю как я его покупал, но чуть позже. Давайте вообще сейчас выйду, покажу что это за дом и расскажу вообще за сколько я его купил, а потом вы посмотрите уже как я его покупал. Я на самом деле что-то заблудился, не могу выход найти, а вот выход пацаны. Вот короче выход, за него я отдал свои последние деньги, 2,7 у меня было. Я получается слил квартиру и за 2,7 продал, ой и за 2,7 купил получается вот этот домик. Когда мы сюда ехали, я думал на самом деле, что я сейчас за 2,7 себе куплю вот такой домик, блять, потому что я короче за ним ехал, у меня там Skyline машина, я на Феррари ехал и он меня вел, так сказать, к дому. И я думал, что мой дом какой-то из этих двух будет, оказался мой дом вот этот в принципе, но не знаю, я дорого купил или нет, кто играет на 4 родмире, напишите пожалуйста. Вот это действительно мой дом, легенда футбуль, угостка у него миллион в принципе, оплата в день 8,5 тысяч, я реально дал за него все свои деньги, у меня осталось всего лишь 60 тысяч и все. Я пацаны искал дом вообще, ну не один день, так сказать, я 2 дня искал дом и на протяжении сегодня, на протяжении 2 часов я искал дом и наконец-то его нашел. Я уже понимаете, начал серию, начал записывать серию и хотел купить себе дом, точнее квартиру хотел себе купить. Получается в Арзамасе, там где элитная квартира типа, солян с половиной, там очень классный интерьер, я хотел уже там квартиру покупать, но тут в последний момент мне звонит чувак и говорит, я тебе могу продать дом за 3. Я ему говорю, у меня типа 3 нету, он говорит, ладно, типа за 2,7 отдам, я говорю, у меня типа только 2,3. Я продал квартиру, в итоге у меня получилось 2,7 и я купил у него этот дом. Ну как это было, давайте вы сейчас в принципе посмотрите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот вы посмотрели, как я покупал себе домик, как бы да, за 27 купил, не знаю, дорого-недорого, мне как-то без разницы, на самом деле, количество комнат 2, ну, по интерьеру я бы не сказал, что тут 2 комнаты, но да ладно, в принципе, я не знаю, как они здесь ценятся, эти дома, типа, ну, какая цена у этого дома, я, честно говоря, не знаю, возможно, мне наебали, возможно, мне наебали, я, честно говоря, не знаю, потому что это единственный человек, который мне написал, что он продаёт дом, поэтому, поэтому я сразу же согласился, ну, не сразу же согласился, у меня не было 3 миллионов, но за 27 он мне, типа, уступил, хотя мне кажется, что ему цена где-то, ну, лям сплыну может быть 2 миллиона, возможно, я ошибаюсь, вот такой здесь интерьер, как бы много комнат, интерьер довольно-таки прикольный, я реально здесь иногда могу заблудиться, потому что я его купил буквально, ну, минут 15, назад этот домик я купил, поэтому я ещё здесь не освоился, так сказать. Но так интерьер даже очень неплохой. Надо будет ещё денег потом накопить на улучшение, потому что нужно будет автоматическую дверь поставить, там ещё что-то поставить. Ну, видите, комнат много, как бы вот раз, два, три комнаты, там кухня есть, как бы всё очень даже цивильно и классно. Мне реально дом нравится. Да, конечно, не тот дом, что был рядом, типа, видите, вот напротив. Как бы да, это было бы сильно жирно за 2,7 мне кажется его не купить. Возможно, за 5 миллионов его можно купить. Я спрашиваю, а где дом находится? Смотрите, на старой Рублёвке. Я на самом деле думал, что дом находится вот здесь именно, вот в этом райончике, но оказывается он находится вот здесь. Я просто не знал, где здесь Рублёвка раньше была. Оказывается, вот это была раньше Рублёвка. Там вот, видите, по госу стоит, типа, дом, но то не дом, а квартира, если что. Поэтому не нужно там писать в комментариях, потому что, думаю, вы по-любому завидели, что там, типа, дом по госу стоит. Вон, пацан, дом подрыт в Алексеевке за 2 миллиона 200 тысяч. Вот почему, когда ты ищешь на протяжении 2 часов, тебе пишет 1 человек, в итоге ты купил дом и начинают все продавать дома. Ну, это пиздец, реально, пацаны. И реально, вот всегда так, пацаны. Реально, всегда просто. Когда ты даже ищешь машину, ты потом его покупаешь, и находится лучшее предложение, понимаете, блин. И это просто жесть. Ну, уже ничего не поделать, потому что я купил уже этот дом. Я не знаю, где Алексейка это находится. Скорее всего, она находится в Арзамасе также. Короче, кто шарит, пишите в комментариях, я лоханулся или нет. Ну, скорее всего, если вон дом за 2.2 продают, то я прям не сильно переплатил, но все-таки, наверное, переплатил. Хотя 2.2, это не такая уж большая разница. Возможно, там какой-то домик похуже. Я просто реально не шарю. Тут типа рублевка бывшая, поэтому, возможно, этот дом столько и стоит, за сколько я его купил. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Можете поздравлять меня в комментариях, так сказать. Жду всех на новоселье, короче, кто играет на Радмире, можете ко мне приходить. У меня дом, я не знаю, открыт, не открыт, но, скорее всего, открыт. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Играйте вместе со мной на Радмире, промокод есть в описании, 7 часов играете, получаете денюжку, поэтому все, пацаны. Всем пока-пока.